Органы власти И правоохранительные органы просто проигнорировали Я являюсь ключевым свидетелем обвинения по громкому резонансному уголовному делу Об убийстве известного самарского политика и бизнесмена Олега Дергилева Которое было совершено 10 октября 2013 года В Красноглинском районе, в районе торгового центра Мега-Икея Поселка Козелки, город Самары По этой причине меня и членов моей семьи уже неоднократно пытались убить В связи с этим я прошу у вас помощи Сейчас я кратко напомню то, что происходило ранее по данному делу Подробнее я изложила в своем первом видеообращении Далее расскажу о том, что происходит сейчас и во что это может вылиться Не только для меня и членов моей семьи, но и для жителей нашей страны Так вот, в декабре 2013 года полиции стало известно О том, что я знаю, кто совершил это заказное убийство Чтобы уговорить меня дать показания, потребовалось много времени В обмену моей показания мне обещали защиту Это охрану и квартиру, где мы могли бы на время следствия и суда укрыться с моей дочерью Также были обещаны выплаты, объявленных ранее в СМИ денежных вознаграждений А именно 3 миллиона рублей От сети Горилка, объявленная в СМИ 18 октября 2013 года А также Горилка обязалась выплатить мне 2 миллиона рублей Это сумма нанесенного мне ущерба И 2 миллиона рублей от ГУМВД России по Самарской области Объявленная 11 октября 2013 года Заместителем начальника ГУМВД России по Самарской области Генералом Николаем Турбовцом За информацию о лицах, причастных к убийству Олега Дергилева Которых мне и моей дочери должно было хватить на обеспечение Самим себе безопасности после окончания судебных разбирательств над убийцами Так как мы и ранее не совсем верили в то, что проехранительные органы Способны обеспечить нам полную безопасность в дальнейшем Официальные показания я дала спустя 4 месяца После нескольких покушений на меня и на мою дочь Несмотря на это, на то, что я дала опасные для жизни показания против убийц Из организованной преступной группировки Тем самым поставив не только себя, но и членов моей семьи под удар В первую очередь защищая жителей нашей страны И не только от дальнейших противоправных действий этих преступников Мне так и не была оказана помощь Оказалось, что с обеспечением безопасности нас обманули Снимать квартиру и нанимать охрану мне пришлось за свой счет И это несмотря на то, что ни я, ни моя дочь просто не можем работать Это небезопасно Любое периодическое появление в одном месте может привести к нашей гибели А также место работы можно отследить и в официальных органах Мне пришлось распродать все, что представляло из себя хоть какую-то ценность А также у нас собралась масса долгов Так как вот уже почти 4 года мы с дочерью вынуждены не работать В апреле 2016 года четырем подозреваемым вынесли обвинительный приговор Казаева Сергея осудили на 23 года Дагадина Сергеевна 18 лет Калистратова Вячеслава на 19 лет Колесникова Максима на 16 лет Но это еще не конец На свободе остается пятый подозреваемый в убийстве Дергилева Это Сергей Минченко Также на свободе находятся коллеги осужденных по ОПГ И другие лица из криминального мира С которыми они связаны И конечно же угроза исходит от лиц, причастных к заказу убийства Что составляет для нас прямую угрозу Да и осужденные, хоть и находятся в местах заключения Но все так же продолжают вести свою криминальную деятельность Даже находясь за решеткой Кроме того, следствие так и не задержало лиц, причастных к заказу убийства Увы, я знаю, кто это и почему был убит Олег Дергилев К моему удивлению, следствие не хотело слышать эти имена И чтобы я и не говорила по этому поводу В протокол это не заносилось А мне сказали, пока помолчать Якобы в интересах следствия Между тем, мне регулярно приходят смс-сообщения с угрозами В которых говорится о том, что я отвечу за то, что посадила Казаева и остальных В сентябре прошлого года мне ночью подожгли квартиру Где находились я и моя дочь Мы чудом остались живы Нас просто хотели сжечь заживо Вот уже год, как я веду свое собственное расследование И мне удалось выйти на свидетелей Которые могли бы дать показания против заказчиков Всю добытую информацию я готова передать следствию Весь вопрос лишь в том, а нужно ли им это В ГУМВД России, например, по Самарской области Мне прямо сказали, что к моим показаниям пока не готовы И что они берут тайм-аут В связи с неуплатой мне денежных вознаграждений Я была вынуждена 26 июля 2016 года Обратиться в Кировский районный суд города Самара С иском Ко-Горилка Обзыскание денежного вознаграждения за информацию Так как данные денежные средства нам жизненно необходимы Для обеспечения нашей безопасности Дело номер 2-5751-2016 Ведет судья Гутрова, Надежда Владимировна А также направила претензию в ГУМВД России по Самарской области О не выплате мне денежного вознаграждения за предоставленную мной информацией Далее из Самарского главка я получила ответ Что они данное объявление не давали И что они вообще не имеют права это делать по закону И если бы ГУМВД России по Самарской области это сделали То это было бы незаконно И уж тем более они бы не смогли его выплатить Данным ответом я считаю, что ГУМВД России по Самарской области Дискредитирует и подрывает всю правоохранительную систему Российской Федерации Дабы они просто не могут не знать статью 13 закона о полиции Пункт 34 В котором как раз указано Что полиция имеет право объявлять о вознаграждении по делу Да и подобное объявление о денежном вознаграждении Самарский главк дает не единожды Да и суд по иску о горилке я также проиграла Так как ГУМВД России по Самарской области Сразу же встала на сторону горилки И внегласно дали указание всем СМИ Уничтожить информацию об объявлениях И не предоставлять доказательства Да и с сайта ГУМВД России по Самарской области Информация о вознаграждении также была удалена Хотя ранее была Не помогло мне и то что я обратилась в Генпрокуратуру России В Главное управление Следственного комитета России В Главное управление ФСБ России И к президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину На мои заявления мне пришел ответ Что ГУМВД России по Самарской области Данное объявление не давало А несколько миллионов жителей России По их мнению Видимо Идиоты Которым все все послышалось и повиделось А по поводу объявления от ООО Горилка Якобы ведется судебное разбирательство По моему иску И что суд, мол, разберется Но суд не только не разобрался А, мягко говоря, крайне формально Подошел к обстоятельствам дела Более того, ООО Горилка Подала заявление о взыскании судебных расходов На услуги адвоката По гражданскому делу По моему иску КОО Горилка В сумме 30 тысяч рублей При этом не предоставив даже договор И суд принимает это заявление К рассмотрению И, так полагаю, примет решение В пользу ООО Горилка Получается, что они не только не заплатят Обещанное Но еще и хотят получить с меня А суд, естественно, на их стороне Это просто зашкаливающее Все пределы наглость Вследствие безнаказанности А также для того, чтобы выжить Нам приходится освещать свои действия в СМИ И обращаться к общественности Ведь это единственная надежда на спасение Но это также не помогло мне Я обратилась на телевидение И 31 мая 2017 года На телеканале Россия 1 Была передача Прямой эфир С моим участием Куда я обратилась за помощью Но помощи и содействия я не получила Меня там только осудили И превратили серьезную тему В шоу Семейные склоки и разборки Не осветив при этом истинные проблемы Чем только усугубили Мое и так шаткое положение А по последним данным Из проверенного источника Через год-полтора Лица, осужденные за убийство Вообще выйдут на свободу По будущему решению Европейского суда Куда обратились с жалобой На приговор Адвокаты осужденных Адвокаты Которых оплачивает Потерпевшая В кавычках Сторона Викте, оказывается Следователь Бутовченко Илья Который так категорично Не хотел Заносить в протокол Мои показания Против заказчиков Вел это дело так хитро Что по данному материалу Российские суды В том числе и Верховный суд Вынесли обвинительные приговоры Ведь как иначе Это громкое дело А вот в рамках Европейского суда По данному Хорошо подготовленному Материалу Будет однозначно Оправдательное решение Да это и не бандрено В связи с нашей Внешней политической ситуацией Нашей страны И умением следователя Вести дело В нужном направлении В пользу преступников Да и вследствие Заинтересованности Заказчиков убийства И сотрудников Коррупционеров Правоохранительных органов Убийцы уже начали Выигрывать дела В Европейском суде В подтверждение этого Вы можете прочесть Всю информацию СМИ И интернет пространстве И конечно же Все действия Срезанием животов Вен и шей В СИЗО И суде Осужденными За убийство Олега Дергилева Это не что иное Как заранее Спланированное шоу Все это было Хорошо продумано Заранее Как и то Что они утверждают Что я дала показания Из-за ревности И из-за денег Это было сделано Для того Чтобы как можно Больше людей Склониться к мнению О их невиновности Во избежание Буря недовольств В обществе Связанных с Будущим оправданием Убийц В ЕСПЧ Да и как я Узнала При личной беседе С сотрудниками ФСБ Такие трюки С осужденными С освобождением От ответственности Преступников Производятся Очень часто Это так сказать Отлаженная схема Сначала нам всем Показывают Что преступники Осуждены Что их ждет Суровое наказание А потом По хитрому Их сами же И освобождают Боюсь даже И представить Кто стоит За заказчиками Убийства Дергилева Остается только Догадываться В доказательство Оного Хочу сказать Что у горилковцев Дела идут Стремительно В гору Сейчас у них Алкоголь Пролонируется Как одно Из направлений Бизнеса А первое Это продукты питания Они открывают Везде пекарни Хлебница А в козелках Открывают Цеха По переработке Продуктов Кукуруза Горошек Семечки И так далее И тому подобное Скупая у скалхозников Все Весь полученный Урожай Конечно же По очень Сниженной цене Бренд Будет С названием Регион Странно Не правда ли После смерти И сразу В гору И они Еще смеют Утверждать И заявлять Всем О том Что убийство Дергилева Было совершено Конкурентами Или Недругами Надеюсь Всем понятно Кто Стоит За заказом Убийства А по последним Событиям Лица Причастные К заказу И И исполнению Убийства Уже Начали Убирать Тех Кто Знает Всю правду Об убийстве Олега Дергилева 22 июля 2017 года Утонул В реке Волга При странных Обстоятельствах Следователь Бутовченко Илья Дело Которого Находится Под особым Контролем Но Зная Всю Возможность Причастных Лиц К гибели Бутовченко Я уверена Что они Останутся Безнаказанными Боюсь даже И подумать Кто Следующий Но знаю Лишь одно Что Я и моя Дочь Точно Состоим В этом Списке Ведь Незадолго До смерти Бутовченко Илье В моей Съемной Квартире Где Мне приходится Укрываться Я нашла Пузырек С жидкостью Которого Ранее В данном Месте Не было Пузырек Стоял На подоконнике Был В открытом Виде Из него Источался Резкий Дурманящий Запах Остается Только догадываться Кто И с какой Целью Туда Его Подбросил У меня Лишь Складываются Такие Версии Либо Впоследствии Арестовать Меня И обвинить В употреблении Наркотиков Либо Умертвить Меня С помощью Передозировки Наркотическими Средствами Показав Всем В том числе В том Или ином Случае Что я Якобы Наркоманка Так вот Заявляю Вам Всем Со всей Ответственностью Что Никогда Не употребляла И не употребляю Наркотических Средств Более того Крайне Негативно Отношусь К людям К Наркозависимым Людям На следующий День Я передала Данную Находку Своему Зятю Тогда Еще Сотруднику Полиции Благодаря Заботе Которого Я И члены Моей Семьи До сих Пор Еще Жилы Для того Чтобы тот Отдал Содержимое Пузырька На Экспертизу После получения Результата Экспертизы Надеюсь Всем понятно Что было В заключении Этой Экспертизы Мой Зять Обратился В ФСБ Через день При встрече Со мной И моим Зятем Сотрудники Данной Службы Спецслужбы Пообещали Разобраться В данной Ситуации Довести До высшего Руководства И оказать Помощь И содействие В организации Безопасности Нашей Семьи Но через Два дня После встречи С ФСБ Шеньками Моего Зятя Арестовали Якобы За взятку Которую Он Естественно Не брал И вообще К этому Не причастия Он даже Не находился В том месте И на тот момент Где якобы Переисходила Передача Той самой Мнимой Взятки Несмотря на то Что в деле Нет ни одного Доказательства Представляющего Преступное Деяние Моего Зятя Его все же Обвиняют Да еще и По статье 290 Части 6 И избирают Меру Пресечения Содержания Под стражей Так как Преступление По данной Статье Считается Особо Тяжким И это Несмотря на то Что в материалах Дела Нет ни единого Подтверждения И доказательства Вины При этом Его В день ареста С позором Увольняют Из органов Внутренних дел Как порочащего Чести Достоинства А показания Свидетелей И распечатки Звонков С его телефона С детализацией Местоположения Исходящих И входящих Звонков Вызовов Подтверждающих То что Он находился Совершенно В другом Месте Следствием Не берется Во внимание Хочу сказать Лишь одно Что данный Арест Я считаю Был спланирован С целью Убрать Препятствия К моему Доступу Так как Мой зять Занимался Нашей Безопасностью Начиная С конца 2013 Года О чем Известно Лицам Из правоохранительных Органов Самаре В том числе И Другим Лицам Без его Разрешения Мы Без Разрешения Моего Зятя Мы даже Не выходили Из дома А лишь После того Как он Убеждался В том Что это Небезопасно Мы Выходили То есть Отслеживал Камеры Просматривал Все Только тогда Мы могли Выходить Или заходить Домой В большинстве Благодаря этому Я и моя дочь Еще живы Хочу сказать Что Моему зятю Всего 25 лет Парень Из обеспеченной Семьи Которому Брать взятки Просто было Не нужно Это Что касается Финансовой Стороны А главное Это То Что он Хотел Построить Карьеру В полиции Нормальным Честным Путем Он Полицейский В третьем Поколении Для которого Главное Не поставить Палку И не Быть У начальства На поводу Разобраться В ситуации В целом Это Очень Справедливый Молодой Человек Хоть и молодой Но Очень Справедливый И Грамотный Его Все Любят Уважают За то Что Он В первую Очередь Честный И Справедливый То Что Мы Сейчас Чувствуем Просто Не Передать Словами Сердце Кровью Обливается Плачет Не Одна Семья И Родственники Все Друзья А их У него Очень Много Понимая Что Он Арестован Я Извиняюсь За выражение Просто По Беспределу А Главное Что Мы Ему Никак Не Можем Помочь А Сотрудники ФСБ На связь Со мной Так До сих Пор И не Вышли Хотя Мои Контактные Данные При встрече Записали И Обещали Что Выйдут Со мной На связь Через Несколько Дней После Нашей Встречи И Уже Начнут Действовать В Обеспечении Нашей Безопасности Но До сих Пор Нет Ни Одного Звонка ФСБ Шенники Канули В лето Это Еще Не Все По данным На данный Момент Полиция Незаконна И Не Обоснованно Блокирует Телефонные Номера Практически Всех Кто Связан Со Мной И Оказывает Мне Поддержку Моим Друзьям Подругам Лицам Кто Помогает Мне В Сборе Доказательств Еще Что То В Ответ На Заявление Одной Из Моих Подруг Который Был Заблокирован Сигм Карта Был Получен Ответ От Оператора Сотовой Связи Билайн Где Было Указано Что При Остановление Оказание Услуг Связи Было На Основание Мотивированного Решения В Письменной Форме Одного Из Руководителей Органа Осуществляющая Оперативно Разыскную Деятельность Или Обеспечение Безопасности Российской Федерации В Случаях Установленных Федеральными Законами Какими Именно Законами В Ответе Указано Не Было И Что Обслуживание Номера Моей Подруги Было Приостановлено 15.08.18 Года По Решению Руководителя Федеральной Службы Исполнения Наказания По Самарской Области Также В ответе Было Сказано Что Для Решения Вопроса Об Обновлении Обслуживания Данного Номера Вы Можете Обратиться По Телефону 8 846 339 38 29 Так Вот Я Позвонила По Вышеуказанному Номеру Где Мне Ответил Оперуполномоченный Как Он Мне Сказал Что Он Оперуполномоченный Который Так И Не Представился Хотя Я Его Неоднократно Просила На Мой Вопрос Почему Было Вынесено Такое Постановление О блокировке Номера Телефона И на Основании Какого Законодательства По Какой Статье Какого Кодекса К сожалению Ни на Один Вопрос Ответа Я Не Получила Этот Оперативник Сказал Что Номер Был Заблокирован Из-за Того Что С него Или На Него Были Совершены Звонки И Разговоры С лицами Которые Находятся В местах Лишения Свободы При этом Лиш Зазывал К себе На Беседу После Которой Он Якобы Даст Команду В Билайн И Номер Подключат И Что Никаких Письменных Заявлений При этом По Этому Поводу Писать Не Нужно Решение Будет Принято После Лишечной Встречи При этом Замечу Что Номер Был Оформлен Мою Подругу Она Ранее Несудима И Вообще Этот Номер Был Оформлен Только Лишь Для Связи Со Мною Больше С Другими Людьми Этот Человек Моя подруга Ни с кем Не Общалась Это Был Только Номер Для Связи Со Мною Ранее Моя Подруга Не Привлекалась Несудима И Так Далее Естественно Ни Ей Никто Не Звонил Из Мест Лишения Свободы И Она Конечно Никуда Не Звонила Так Вот После Данного Разговора Естественно Никто Из Моих Друзей К Ним Не Пришли И Остается Лишь Догадываться Для Чего Блокируют Номера И Так Настойчиво Зазывают Моих Близких Людей К себе На Разговор Оперативники Знаю Лишь Одно Что По Той Причине Которую Озвучил Тот Самый Оперативник По Закону Телефонные Номера Не Блокируют Нет Такого Закона Чтобы За разговор Телефон Разговор С Человеком Который Лишен Свободы Находится В местах Заключения Чтобы Из-за Того Что Поговорили По телефону Этот телефон Блокировать Такого Нет В законодательстве Нет Такой Статьи Откуда Это Взято Непонятно На основании Вышеизложенного Я уверена В том Что Наша Правоохранительная Система Не сможет Обеспечить Безопасность Мне и моим Близким Учитывая Коррупционную Ситуацию В нашей Стране Чтобы Выжать Нам нужно В буквальном Смысле Исчезнуть Сменив Имена Внешность Место Жительства Причем Так Чтобы Не осталось Никаких Документов И следов Которые Могли бы Вывести На нас Я прошу Надзорные Органы Обратить Внимание На эту Историю А Общественность Взять под Контроль Действия Сильных Мира Сего Дело Даже Не в том Что Хочется Чтобы Дергилев Дергилев Был Отомщенным А в том Надолго Ли Переживем Его Я и Моя Дочь Да и Если Осужденные Все же Останутся Безнаказанными Я уверена Что они Лишат Жизни Еще далеко Ни одного Человека И возможно Именно Вы Или Ваши Родные Или Близкие Станут Жертвами Этих Преступников Я никому Не желаю Нашей Участи Поверьте Если они Останутся Безнаказанными Они Почувствуют Себя Еще Сильнее И Таких Людей Будет Уже Не Остановить Вот Уже Почти Четыре Года Мы С дочкой Живем Хуже Чем В аду Прислушиваясь Каждому Шороху И стуку Ожидая Каждую Минуту Своей Смерти А на данный момент Как вы уже Поняли Ситуация С каждым днем Только Усложняется Поверьте Бороться За своей жизнью В одиночку Просто Нет больше сил Возможно Именно От вас Зависит Останемся В живых Или умрем Я и моя дочь Я умоляю вас Помогите Пожалуйста Нам Очень вас Прошу Отзовитесь Пожалуйста На наш Призыв О помощи Хочу Отметить Еще одно В этом Видео Обращении Я не прошу Подаяния И не Вымогая Я лишь Прошу То Что должно Принадлежать Мне по праву По закону По нормальному Закону А не Вывернутому И извернутому Какой он Сейчас у нас Имеется Прошу Вас Не сочтите Превратно Я ни в коем Случае Не прошу Финансовой Помощи И поддержки У вас Мне не нужны Ваши денежные Средства Денежные Средства Мне обязаны Выплатить Те Кто Обещал И кто Обязан Это Мои Контактные Данные Продолжение следует... Продолжение следует...